Приветствую вас! С вами я, Елена Кофейникова, эксперт по недвижимости и инвестициям в Испании и директор компании SpainLuxInvest. Если вы задаетесь вопросами, где лучше отдыхать, какой город выбрать для жизни, или выбираете между Бенедормом и Барселоной, то вы включили верное видео. Сравнить их очень сложно, так как они очень разные. Объединяет их лишь то, что это испанские города, и оба они защищены от всех ненастей. Горная гряда Кальцерола ограждает Барселону, а путь Кампана – Бенедору. Международный портал элитной недвижимости и инвестиций «Люксинвест» представляет Крупнейший каталог элитной недвижимости и инвестиций в Испании SpainLuxInvest.com Звоните прямо сейчас. Подписывайтесь на видеоканал «Люксинвест 2010» и ставьте лайки. Благодаря им и там, и там создается мягкий средиземноморский климат с деликатными зимами и недождливыми теплыми летними месяцами. Хотя разница в температуре все же есть. Также они оба омываются морями, хоть и разными. Да-да, если вы думали, что в Испании только Средиземное море, то это не так. Но и обо всем поподробнее. Где же лучше с детьми? Что Барселона, что Бенедорм отлично подойдут для поездки с ребенком. А имеющаяся инфраструктура и пляжи ориентированы не только на взрослых. Комфорт предусмотрен для всей семьи. Где же находятся лучшие пляжи и чистое море? Любителям понежиться на солнышке понравится пляжная зона Барселоны длиной 4 километра, покрытая мелким песком. Здесь теплое и спокойное Балиарское море. Судя по отзывам, не очень чистый городской пляж. Но в общем найти место для купания можно. Но все-таки пляжи Бенедорма считаются лучшими на Средиземноморье. Только чего стоят Леванты и Паниенте. Хорошая инфраструктура здесь также позволит отдохнуть с комфортом. Курорт является основным пунктом для дайверов в Испании. Чему способствует чистая вода и богатая морская жизнь. Четыре из шести пляжей Бенедорма награждены голубым флагом. А в Барселоне же, увы, лишь один из четырех. Цены. Барселона хоть и считается самым дорогим городом Каталонии, тем не менее отдых здесь довольно доступен по ценам. Начиная от цен за сутки в хостеле до билетов до просмотра достопримечательностей. Но если оценивать цены на жизнь, в общем, включая стоимость недвижимости, получается недешево. Отдых в Бенедорме довольно недорогой, так же, как и жизнь в целом. И недвижимость, и развлечение можно найти, соответствуя вашему бюджету. Какой из городов больше? Барселона – это не просто город, это мегаполис. В столице Каталонии живет более полутора миллионов человек. Он шестой по величине в Европе. Представьте его масштабы. С одной стороны, это сумасшедшие эмоции, невероятная атмосфера, а с другой – это постоянный шум, толпы народа и огромные очереди на экскурсии, в которых вы можете провести несколько лучших часов в своей жизни. С этим, конечно, тоже можно смириться. Каждому, как говорится, свое. Кто прекрасно себя чувствует, к примеру, в крупных городах, столицах, и вас не напрягает, что город не спит никогда, то велкам в Барселону. А кто хочет уединения и более спокойного семейного отдыха и жизни, этот город навряд ли придется по душе. И пробки. К сожалению, без пробок в мегаполисе никак. Не скажу, конечно, что в Бенедорме совсем тихо и спокойно, ведь не зря его называют испанским Лас-Вегасом, но укромное место без гула и шума найти всегда можно легко. Население города небольшое – 71 тысяча. В пик сезона улицы старого города и центра переполнены из-за большого количества туристов. Но все же есть места и для тихого отдыха. Сложно судить по численности, ведь и площадь городов тоже разная. Давайте лучше посмотрим на плотность населения. Бенедорм – это около 2000 на квадратный километр, а Барселона – это более 5000 на ту же площадь. Есть разница, не правда ли? А где же лучший климат? Первые два месяца осени – лучший период для визита в Барселону. Уже не такая жара, так как температуру больше 30 градусов сложно пережить в любом мегаполисе. Зима прохладная, плюс 5-15. Зато существенно снижены цены на проживание в отелях. Умеренный средиземноморский климат Бенедорма делает это место привлекательным для туристов в любое время года. Зимой окружающие горы позволяют сохранять тепло, а купальный сезон длится с начала мая до конца октября. С июля по август температура воздуха часто превышает 30 градусов, а температура воды составляет 25-27 градусов Цельсия. Зимой не ниже плюс 15. Солнца много, осадков мало. В целом в Бенедорме температура выше, но и жару здесь пережить проще. Больше пляжей, больше зелени, меньше народа и транспорта. Безопасность. Воровство – это, к сожалению, бич барселонских улиц. Очень сложно уследить за своей собственностью на многолюдных туристических улицах. Ценные вещи лучше вообще с собой не носить. А деньги с карты старайтесь снимать в банкоматах, стоящих внутри банков. На пляже нельзя оставлять свои вещи без присмотра. А в кафе и ресторанах не кладите телефоны на стол. В Бенедорме же такой проблемы нет абсолютно. Безопасность здесь поддерживают на высоком уровне. Власти осуществляют активное патрулирование всех туристических районов. Транспорт. Из всех стран в Барселону есть прямые рейсы, в том числе и у лоу-постеров. Из аэропорта в сам город вас доставит не только прямой автобус, но и поезд. Система общественного транспорта внутри очень обширная. И на первый взгляд в ней сложно разобраться, но возможно. К примеру, для любителей ЗОЖ повсеместно точки проката велосипедов, правда, что немаловажно, их тоже часто воруют. Бенедорм же находится в 40 километрах севернее города Аликанте, в котором расположен крупный международный аэропорт, из которого курсирует автобус до Бенедорма. А на автомобиле можно до него доехать всего за 35 минут. Инфраструктура. К тем, кто выбирает Барселону, скотчно точно не будет. В нем огромное разнообразие музеев и памятников архитектуры. Но на фоне всей этой красоты есть и минусы. Во-первых, многолюдность и постоянный шум. Во-вторых, большая территория, а поэтому и немалые расстояния, которые вам придется преодолеть, а также высокие цены на проезд. Но что касается еды, то здесь вы найдете огромное количество крупных супермаркетов и кафе. Поэтому о стоимости пропитания не беспокойтесь. Застройка Барселоны представлена и старыми историческими зданиями, жилье в которых стоит баснословных денег. И малоэтажными панельками, и высотными современными комплексами. Бенедорм делится на три части. Старый город с домами 17-19 веков. Особый шарм, которым придают узкие улочки, церкви, остатки сторожевых башен. Вторая часть усеяна современными высотными комплексами с богатой внутренней инфраструктурой. Множеством ресторанов, магазинов и торговых центров. А третья – это красивейшая набережная. Здесь вы найдете для себя развлечения в любой сезон. И что наиболее важно, что только в Бенедорме идет активное развитие города и строятся новые шикарные комплексы с полностью оборудованными квартирами, с хорошим ремонтом, мебелью и техникой. Ну вот, и добрались мы до самого интересного. До стопримечательности. В Барселоне вас удивит все, начиная от эпатажных творений Гауди и заканчивая городским рынком с самыми неожиданными деликатесами. Десятки музеев, исторические кварталы и всевозможные памятники средневековой архитектуры щедро разбавляются ночными клубами и модными путиками. А увидев на улице триумфальную арку, нельзя не вспомнить великолепное произведение Ремарка. Кафедральный собор, знаменитый музей Пикассо и Сальвадора Дали, сказочный парк Гуэль и огромный стадион Камп Ноу, статуя Христофора Колумба, знаменитый собор Саграда Фамилия, гора Манджуик, более 40 интереснейших музеев и многое другое также, что точно не оставит вас равнодушными. Достопримечательности Бенедорма и его окрестности не менее привлекательны. Он славится лучшими пляжами и многочисленными небоскребами. 8 из 20 самых высоких зданий в Испании находятся именно здесь. Самое популярное место для прогулок – это 6-километровая набережная с калейдоскопом ресторанов и развлекательных заведений. Концертный зал Бенедорм Палас – один из лучших на испанском побережье. Здесь проходят незабываемые, грандиозные, красочные шоу, в которых участвуют известные трупы со всего мира. Знаменитые оркестры и звезды эстрады, балета, фламенко, варите. Зрелище дополняет изысканный ужин с различными напитками. В непосредственной близости природный парк Сьерра-Эллада и древнее иберийское поселение Тассаль-де-Акало. А также знаменитые тематические развлекательные парки нового поколения, в которых легко потерять чувство времени не только детям, но и взрослым. Терра-Митика, Мунда-Мар, Терра-Натура, невероятный аквапарк Акваландия. Комплекс НТМ по 190-метровый небоскреб с уникальной архитектурой и считающийся самой высоким в стране. Жилописный скалистый утес в 3,5 километрах от берега. Это остров Бенедорм, еще одна достопримечательность с первозданной природой. Обзорная площадка, балкон Средиземноморья, церкви, храмы, парк Айгуэра, парк Эльча, деревня Гуадалест, водопады Альгара и многое другое. В общем, можно перечислять бесконечно. Ну и, наверное, самое существенное различие между этими двумя городами – это возможность инвестиций, а точнее выгода от них. Рентабельность от сдачи в аренду в Барселоне очень низкая – до 3-4%. Здесь много предложений, большая конкуренция. В центре только старая недвижимость стоимостью 300-400 тысяч евро. Летом можно сдавать за тысячу-полторы в месяц, то есть на порядок дешевле, чем в Бенедорме. И плюс нет прироста цен и дохода от капитализации, нет инвестиционного потенциала. В Бенедорме прирост больше и рентабельность от капиталовложений – до 20-30, а то и 50%. Рентабельность от аренды также выше – от 8 до 12% при долгосрочной аренде. А при краткосрочной аренде еще выше – даже до 20%. Это существенный показатель при выборе места. Подводя итоги, можно сказать, что когда приезжаешь в Барселону к туристам, город выглядит как мечта. Здесь прекрасная архитектура, мягкий климат, хорошие возможности для престижного образования и бизнеса. Но на самом деле быт эмигранта сильно отличается от того, каким его представляет турист. Конечно, здесь уникальные архитектурные постройки, чудесная атмосфера, но все это портит толпы людей и шум, от которого нигде не спрятаться. А также здесь очень много собак. Их лай и соответствующий запах нельзя не заметить. Много навязчивых попрошайок и просто бомжей, что не может не раздражать. Мигранты продают барахло на каждом углу и буквально навязывают его. Также здесь высокие налоги и дорогие коммунальные услуги, плюс завышенная цена даже на старую недвижимость. Новостроев в Барселоне практически нет и намного меньше пляжей. Здесь немногие говорят на английском, а многие вообще только на каталонском. Поэтому здесь без знания испанского языка вас ждет языковая пропасть. Ну что, вы убедились, что это абсолютно разные города. И у каждого из них есть как плюсы, так и минусы. Зная их, просто выбирайте, что вам по душе. Во избежание разочарований в дальнейшем, лучше, конечно, непосредственно самим посетить и то, и другое место. А мы, компания Spain Luxe Invest, рады предоставить вам сервис и поддержку. Ваша Елена Кофейникова, эксперт по недвижимости и инвестициям в Испании и директор компании Spain Luxe Invest. Субтитры создавал DimaTorzok